Добрый день, мои любимые зрители! Рада приветствовать вас на своем канале! И сегодня для любителей декоративной косметики такое вот видео. Много у меня накопилось косметики декоративной, давно не показывала. Также покажу вам лаки, которые без ультрафиолета, тоже довольно-таки интересные. Что ж, присаживайтесь поудобнее, чашечку кофе, чая и мы начинаем. А начнем давайте с лаков. Это обычные у меня два лака, я заказала такие яркие цвета, захотелось, знаете, праздника в душе. Лаки очень классные, стойкие. У них такой блестящий зеркальный блеск, даже без верхнего покрытия. Это у меня красный, который очень яркий такой. Это номер 26. И второй, это называется песочный эффект. Это номер 262. Так, следующее это... Первое это верхнее покрытие, которое дает дополнительную крепость, блеск. Два это цветных лака, которые используются без лампы. И это база, которая образует прочное покрытие, тоже без лампы. Снимается обычным растворителем. Такой вот я взяла нейтральный оттенок. Это цвет 625. И захотелось что-то яркого. Это номер 643. Там очень большой ассортимент. Я взяла всего два цвета. Но можно, знаете, добрать. И вот для тех, кто не любит, может быть, гель, лаки, может быть, у кого-то проблема. Потом снятием или еще что-то. Тут это выход. Следующее это у меня хна для бровей. Я взяла вот такого сероватого цвета. Называется серо-коричневый цвет. Я заказала. Я показывала распаковки. И после этого видео было много комментариев, то, что дает аллергию. Никакой аллергии не было. Вы знаете, я побоялась, конечно. Но никакой аллергии не было. Эта хна, она разводится при помощи воды. А вот в этой упаковочке у меня масло, которое можно для укрепления бровей и ресничек использовать. Про этот тональный крем вы, наверное, и не слышали. Но я хочу вас познакомить. Очень интересный тональный крем тем, что он не только тонирует, но и лечит различные заболевания. Если есть у вас какие-то там воспаления или что такое там, типа акне, он не только тонирует по прямому назначению, но и борется вот с этими воспалениями. Вообще советую тем девочкам, у кого жирная кожа, комбинированная кожа, советую присмотреться. Тональный крем очень интересный. И вот на самом деле он работает. Хотя у меня нет. Но в отзывах почитайте, очень много такого вот про него написано. Для увлажнения я взяла вот такой вот BB крем Neobi. У меня есть и шампуни. Я давно знакома с этим производителем. Очень мне нравится. И насчет BB крема, что хочу сказать, он очень хорошо увлажняет, что мне не хватает моей коже. У меня кожа очень сухая и прекрасно подстраивается под цвет кожи. Сначала он кажется немножко таким каким-то странным, но после того, как вы нанесли на лицо, он приобретает тон кожи и дает вот такое вот сияние, увлажнение и немножечко матирует. Также я заказала себе, знаете, что гель для укрепления ногтевой пластины тоже нужно. Всегда после того, как я, например, сняла лак, я пользуюсь им. И вот это вот для коррекции маникюра. Ну не знаю, я попробовала. Мне кажется, она такая бесполезная штука. Я не знаю, я с ней никак не могу подружиться. По мне проще взять палочку, ватную палочку и обмакнуть в раствор там какой-то, который снимает лак и пользоваться. Ну вот с этим не могу подружиться. Наверное, кто-то очень дружит. Ну а теперь давайте перейдем к самой интересной косметике. Я так давно хотела ее попробовать. Это косметика Just. У меня практически тут есть все, наверное, все, что было, я заказала. Мне так хотелось на самом деле попробовать. Я так была о ней наслышана, назаказывала почти все. Ну кроме туши. А так вот в основном у меня все. Тени я еще, кстати, не заказывала, потому что у меня есть тени. У них, по-моему, там тоже огромный ассортимент. Посмотрите, очень интересная косметика. Так, первое, что хочу я вам показать, это тональный крем с лечебно-восстановительным комплексом. Я взяла в цвете 202. Мне, кстати, идеально подошел. Прямо пользуюсь с большим удовольствием. Тоже для увлажнения кожи. Немного матирует, скрывает, если есть какие-то небольшие там покраснения. Вот то, что мне и нужно. Прекрасно работает. С этим CC-кремом я была знакома давно. Наверное, вы тоже знакомы. Потому что, ну, не знаю, он давно уже используется. Очень много про него отзывов. Когда вы его выдавливаете, он кажется странным. Он белый. Но там есть микро-такие частицы, которые подстраиваются под ваш цвет, выравнивают кожу, делают ее сияющей, свежей. С большим удовольствием пользуюсь автоматическим карандашом для бровей. Знаете, я давно искала что-то подобное. Этот карандаш вообще идеальный. Его не нужно подтачивать, он как бы автоматически выходит. И в то же время, когда вы наносите на бровки, он самоподтачивается. С одной стороны карандаш, с другой стороны у него щеточка. Цвет взяла прям идеально мне подошел. Долго выбирала, но, знаете, не ошибаюсь. Следующий я взяла консилер. У него нейлоновая такая щеточка для того, чтобы маскировать темные круги под глазами. Маскирует хорошо. И к тому же он очень... В составе, по-моему, есть минералы. И из-за этого он прекрасно подходит для чувствительной кожи. Кожа под глазками чувствительная. Также его можно как-то там точечно наносить на какие-то проблемные места. Идеально справляется. Также я заказала себе двухфазную смывку. И позже увидите почему. Пока не пользовалась, тоже скажу почему. Она двухфазная, то есть вы ее смешиваете и смываете. Можно смывать и как макияж с глаз, и также макияж с губ. Если вы пользуетесь чем-то стойким. Теперь я покажу, почему я заказала смывку. Я заказала себе вот эти вот небольшие пробники, скорее всего. Шесть штук. Это средства для губ Lip Tint. Они такие жидковатые, очень хорошо впитываются, быстро очень. Это не помада, это... Не тинт. Как по-другому объяснить? То есть здесь очень высокое содержание красящего пигмента. И то есть вы нанесли, и целый день у вас губы вроде как бы без помады, но в то же время они окрашены. Шесть цветов, знаете, идеально. Ну а чтобы смыть, конечно, я пользуюсь вот этой двухфазной системой. Очень хорошо смывает. Ну и последнее, то, что я заказала из Just, это устойчивая жидкая помада. То есть вы ее наносите. Она сначала жидкая, потом после того, как впиталась, она становится матовой. То есть тоже для любителей, вот кто любит матовые губы. Для меня она тоже не совсем подходит, так как сушит. Если пользоваться в купе с каким-то блеском, то идеально. А так без блеска, конечно, пользоваться для меня не совсем в данное время года хорошо. Сказала последнее и ошиблась. Я заказала вот такой вот небольшой пробник, можно сказать. Наверное, может быть, даже это не пробник. Это возле бровей. Давно хотела попробовать. Один раз попробовала. И вы знаете, у меня вечно не хватает времени, чтобы пользоваться там карандаш, еще что-то, какие-то. Воск, он, ну, понятное дело, что он закрепляет то, что вы там нарисовали. Но у меня не хватает времени. А так вот, интересная вещь. Если будет время, конечно, я буду там накладывать полный макияж, так как у меня нет мало времени. А вообще советую присмотреться, если у вас брови. У меня брови лежат, вроде они как нормально, ровно. Но если вот у вас проблемки, то попробуйте. Так что все, моя косметика. Вроде казалось много, а так вот посмотришь, вроде нет ничего. Всем спасибо за внимание. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok